Привет, Даша. Здравствуйте, Елена. Это совместно прочитанная, мая 2015, думаю, нападать на торшер. Ой. Аниверситет. Аниверситет. Прочитали мы в основном Нестер, и вы ищете одну замечательную книгу. Нестер, собственно, вот. Никогда больше не буду заказывать, потому что много книг одного автора, вот честно. Начнем сверху. Ищите кота. Это, по-моему, отдельное произведение, да? Я уже запуталась с этих ее... Нет, тут две. А, это, значит, сборник рассказов, таких коротеньких. То есть часть из них о ревности в целом, потом там еще о чем-то, я уже забыла о чем. Говорит и расскажет. В принципе, чудо-то рассказывать. Они достаточно емкие, хоть их здесь несколько, книжка небольшая, как видите, но тем не менее, рассказывают здесь, так, восемь, восемь. Стать суд идет, очень такая, помнишь, замечательная... Мы уже рассказывали. Да, доктор, мы уже вторичны. Ищите кота. Довольно-таки чисто психологического плана, так сказать, вот, ситуации, которые учат нас. Ну, значит, чисто не знаю, но да, попадается в момент. Ну, попадает, да. Вот, поэтому читается с интересом, все это жизненно, все это трогает, как-то вот задевает, цепляет, можно сказать. Я с удовольствием. Потом, да, вот Полина Сергеевна. Тут я хочу заметить отдельно, это вот главная героиня книга, это женщине, которой хочется подражать. Во всех аспектах абсолютно. Единственное, меня немножко смутило, перемудрило. Здесь автор, я не проведяла ни википедии, ни гуглила, но думает мне, что у Нестерова профессиональное филологическое вызывание. Потому что из них прям так и прет. Вот. И вот в этой книге она переумничала, это немножко подпортило впечатление. Я не против, так сказать, каких-то вот, чтобы писатель наносил умные вещи до своего читателя. Но должны были границы, чтобы просто не надолеясь с этим, с этими уроками. Ну, не знаю. Очень Полина Сергеевна, конечно, замечательнейшая женщина. Просто удивительная, можно сказать, ее жизнь и, как сказать, с удовольствием. Опять же с удовольствием. Это неизменно с удовольствием. Далее «Испеклима каравай» — это, по-моему, повесть. А, нет, тут опять же «Статьяне дом» и еще рассказ «Манекен». «Испеклима каравай» — это такой романчик. Такой очень позитивненький, жизнетверждающий. Все хорошо, все прекрасно. Муж, женой там открывает пекан, завод ребенка. Конечно, там есть и свои какие-то сложности, проблемы. Да, сложности извлекают. Куда же без них. Про Татьяну мы только что рассказали, если это можно сказать, рассказали. «Манекен» — это такое воспоминание с детства нестеревое. О одном очень забавном, трогательном эпизоде из ее детства. Ну да, именно «Манекен». Ситуация такая интересная, достаточно необычная. Ты мой трудный зайц. Ну и последняя книга, которую мы сегодня покажем, — это «Кошки-мышки». Мама ее прочитала буквально сегодня. Я ее вчера дочитала. Спорная, но она у меня вызвала реакцию. «Жили-были муж с женой». Он, значит, она положила глаз на потенциального любовника, а муж ушел от нее к другой женщине. И все это происходит почти одновременно. Мне книга не понравилась. Вы мне сейчас повьете, конечно. Но почему? Во-первых, она очень для меня предсказуема. Я с самых первых строк поняла, в чем тут суть, в чем здесь зерно, какая будет концовка. Даже вот самые мелкие сплетения сюжета я все предсказала полностью. Меня эта книга вообще ничем не удивила. И скомкала она, конечно, очень концовку. В реальности бы… Мы, конечно, все понимаем, что книги – это как раз-таки способ убежать от реальности. Но все-таки человек, который пишет на бытовые темы, хотелось бы, чтобы ситуация была похожа на реальность. Выглядело бы достоверно. Этого нет. В концовке более… Во, она увидит очень интересный персонаж в последней четверти книги. Его бы раскрыть, его бы как-то проявить ярче. Она этого не делает, от этого книга очень много упускает. Ну, нет. Лично я с удовольствием. Я, конечно, не ясновидящий. Я тоже. И всякий не психолог. Для меня очевидности такой развития сюжета не было. Как это может быть? Ну, я догадывалась, что… Вот кто из наследователей? Что, так сказать, что он ушел, а дальше какая-то будет ситуация развиваться. Ты какой персонаж имела в виду? Сашу, что ли? Детектива. А, детектива. Ну, она его очень ярко обрисовала. Детектива. Я бы не сказала. Она… Просто такое ощущение, что ее рот заткнули автору. Просто она вот… Вроде начала разворачиваться, а потом как-то все это скомкало, выбросило, и очень зря. Ну, фигура достаточно страстепенная, чего же там… Зато какая хорошая. Ну, так куда же ее втись? Всякая ярче, чем ее муж. Ну, не знаю. Вот. Ну, и последняя книга. Но далеко не последняя по значимости. Даже первая. Я пришла в восхищение. Это лучшая историческая книга на сегодняшний день, которую я прочитала в этом году. В плане художественных. Это Павел из Огребельной. Я в Проксии. Таня, тебе еще раз огромное спасибо, Олимпиаду Семерковики. У нас такой чудесный подарок. Я даже не ожидала. Я немножко и боялась этой книги, честно скажу, потому что я ее интуитно хотела. У меня потрясающая интуиция на вещи, в том числе книга еще и очень скромная. Я очень хотела эту книгу, но немножко я ее и боялась. Боялась скупого сюжета, скучного слога. Все-таки те времена, которые повествует эта книга, сложно описать внимательно. Она нам рассказывает о Евпоксии, это княжна славянская, Ча-Чана там дождь. Сиву. Сиву, да. Это Ярославовича, внучка того самого Ярослава Мудрого, знаменитого, великого. И ее продают, продон, выдают замуж за немецкого, как он там, Ланграф. Да, Манграф. И эти немецкие... Ланграф, да, Генрих Третьев. В общем, в результате она оказывается, это не спойлер, это историческая достоверность, как можно проспойлерить историю. Она, в результате, оказывается замужем за Генрихом IV, немецким королем. Императором римским. Вот тут и начинаются ее настоящие бедствия. Когда я прочитала книгу «Право первой бочной ночи», я дала ее со словами, которые не оказались пророческими. Обычно просто я протягиваю книгу, а тут прям прижала к груди и сказала торжественно. Когда ты принимаешь у меня эту книгу, ты должна понимать, что восприятие мира, мировоззрение в корне изменится. Этого не произошло, тут либо происходит перевосприятие, либо нет, но книга действительно глубокая, философская. Она расширяет восприятие мира действительно, у меня даже повернул градус основательно, и она не скучная, ни в коем случае. Хотя здесь мало, в общем-то, диалогов, как бы размышлизмы, размышлизмы Павла Загребельного, но он настолько много и так-то мудро размышляет, описывает психологию в практике, то есть ее мысли, ее действия. Настолько емко, вот прямо чувствуешь ее, ее горе, ее беду. Я недавно изучала пантеон славянских богов, и я обнаружила открытие, не открытие, я не знаю, как происходил процесс написания книги, но Евпроксия, вылитая богиня Леля. Вот ее душа, ее внешность, ее светлость, нет, светлость с большим титулом, похоже. Ну да, он так и говорит, о немеет. Вот цвет, который из нее исходит, вот эта цвета, который из нее исходит, один к одному Леля. Да, и мне кажется, что вот он как-то, наверное, не случайно избрал именно Евпроксию Павел Загребельный, потому что о ней очень мало сведений в наших летописях, в наших источниках, практически ничего, в зарубежных что-то есть, но урывками. То есть это полностью его вымысел, думысел, и как бы он, видимо, посчитал себя обязан реабилитировать в Проксии, поскольку там упоминается, что, вернее, слух такой, во Европе, что блудница. И вот мне кажется, что он вот этой книгой решил реабилитировать, представил ее нам. Я хочу немножко скрекотировать твое мнение о книге, что это художественном вымысе, может быть, частично так и есть, но на самом деле, вот перелопатил автор множество документов, потому что он постоянно цитирует, делает сноски, все по-серьезски, не береги. И я вот хочу, ты сказала, что это забытая героиня, забытая книжна истории. Ну как бы выпихнули на сведения, но и в счет. И в конце самой книги, уже перед пояснительным словарем некоторых слов, употребляемых книгами, автор пишет уже от себя. Какой была ее жизнь, чем прославилась, или хотя бы чем отличилась, сумеет ли стать таким объяснением книга, написанная через 865 лет после смерти Евпоксии. Сумела. В моих глазах. Да, тоже. Безусловно. На сегодня мы возвращаем наше видео. Пока. Пока на этот день. Пока и до скорых книг. До свидания. До свидания.